В период дистанционного обучения в школах осуществлялась выдача продуктовых наборов малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Консервы, сок и сладости, в обязательном порядке масло и крупы. Стоимость продуктовых наборов определена государством. Конкретный состав в школах собирают самостоятельно, не забывая положить в каждый пакет бумажную распечатку. На ребенка с ОВЗ заболеванием 140 рублей в день идет из расчета 10 дней на 1400. На других ребятишек категории малоимущие и малообеспеченные многодетные детки 45 рублей в сутки. Вот из этого расчета 450 рублей. Из этого расчета был составлен пакет. 83 ребенка из малообеспеченных многодетных семей, 26 дети с ограниченными возможностями здоровья. Это данные только по одной школе. Выдача продуктовых наборов, они же сухпайки, производятся строго в соответствии со списками при предъявлении паспорта и под роспись получателя. Государственная поддержка коснулась тех детей, которые, находясь в научном обучении, имели возможность питаться в школьной столовой бесплатно. Сухпайки стали компенсацией за каждый день не посещения столовой. Пункт выдачи продуктовых наборов в четвертой школе практически не пустует. Один за другим сюда подходят мамы, папы, бабушки и старшие сестры. Подобная продуктовая помощь не бывает лишней. Конечно, это поддержка для детей дома. Конечно, это и нам нужно делать. Галина Даниловна на посту выдачи сухпайков не в первый раз. Подобные акции господдержки семей проводятся регулярно. Реакция родителей всегда одинакова. Одни воспринимают помощь как должное, другие принимают ее с благодарностью. Таких среди получателей большинство. У меня ребенок на инвалидности, поэтому бесплатно питается, ну и постоянно дают продукты. Много, конечно, хорошо, что дают. Ну а так я очень рада, что вот такое внимание к нам. Нет, еще не посмотрела. В принципе, неплохо и сок, и консервы, как бы макароны. На получение наборов отведено несколько дней. О сроках выдачи родители уведомляют, поэтому сухпайков, оставшихся бесхозными, не бывает. Своим правом получить господдержку стараются воспользоваться все. В понедельник школа начнут функционировать в обычном режиме, и дети вновь смогут питаться в столовой.